Добрый день, Михаил. Как-то пошли с другом армянином в пиццерию. Пицца была просто великолепная, а вот другу не понравилось. Сказал, что вкуснее армянской пиццы все равно ничего нет. Расскажите, пожалуйста, что это за пицца такая? Артем Пивоваров, город Биск. Артем, я, честно говоря, думал, что пицца это итальянское изобретение. Но если ваш друг говорит, что ее изобрели в Армении, то мы уже там. В 1946 году советское правительство принимает постановление о репатриации армян. Я не буду рассказывать, как произошло то, что армян осталось мало очень в Армении. Но с 1946 года из всех стран потекли армяне, которые жили по всему миру. И каждый из вновь прибывших на историческую родину привносил что-то свое из того, что он увидел там, где он жил. Те, кто приезжал из арабского мира, из Ирана, из Ирака, из Сирии, привносили что-то оттуда, например, кофе. Те, кто приезжали из Америки, Европы, в частности, Франции, привносили что-то свое. Вот то, что вы видите, вот эти уличные кафе, они появились в середине прошлого века в Армении. И до сих пор эта традиция очень красивая, приятная и уютная здесь, в Ереване. Что касается вот этой армянской пиццы, то аналогов у нее много. И пицца итальянская, и во всем арабском мире это та же шаурма, которая, в общем-то, является открытым пирожком с мясом, которая здесь тоже очень популярна, в Армении. То, о чем мы говорим, приехала сюда из Сирии. Но привезли ее из Сирии сюда армяне, которые вернулись в 1946 году. Армяне очень талантливый народ. Те, кто приехал сюда, украсили свое государство. Тот, кто остался за границей, прославили за границу. Ну, возьмем, не знаю, Арама Хачатуряна, или возьмем певицу Шер, певца Шарля Знавура, теннисиста Агаси, не знаю, Петросяна, конечно же, возьмем. Естественно, я имею в виду Тиграна, Петросяна, чемпиона мира по шахмату. А вы что подумали? Словом, то, что приехала из-за границы сюда, завоевала сначала Армению, а потом и завоевывает весь мир. Потому что армянская пицца – это... Так вот, пицца эта называется ламаджо, что в переводе с арабского означает «мясо с тестом». Блюдо это состоит из хлебной лепешки, на которую укладывается фарш из баранины. В состав также входит лук, чеснок, петрушка, острый перец по вкусу и соль. И вот этот фарш девушки раскладывают по... Чего кричат? А? Чего говорят? Чай. А, извините, я просто не могу на два фронта. Заказали два чая. Подаю. Едет. Я не знаю, как едет по-армянски. Арисе. Уехал. И вот, что у нас получилось. Видите, как красиво намазан этот фарш на лепешку? В принципе, можно это повесить на стену и любоваться вот этой импрессионистической картиной. Но мы не будем это делать. Мы отправим все-таки ее туда, наверх. Тем людям, которые пьют много чая. Значит, есть кто-то, кто примет у нас эти лепешки, эти пиццы и будет их запекать в печке. Тесто, ну, вы видите, что это тесто самое простое. Вода, соль и мука. То же самое. Тесто используется для чего? Для армянского лаваша. Именно это делает эту пиццу исконно армянской. Ну, посмотрите, как с древних времен в Армении пекут лаваш. Это священное действие, это поклонение огню. Это таинство, которое в итоге заканчивается вот такими лепешками. Поэтому нигде в мире вы не встретите такой диетической пиццы. Потому что бездрожжевое легкое тесто и фарш. Эту пиццу можно есть и худеть. Если хотите похудеть, съешьте 40 этих пицц. Вас никто не узнает. И вот вам результат. Уникальная, красивая, ароматная, абсолютно не калорийная армянская пицца. Вообще, все армянское, может быть, самое вкусное, но, по крайней мере, самое древнее. Потому что страна, вы уже понимаете, какая. Здесь, вон, Арарат. Видите, в арочке виден. А Арарат – это рай. Словом, сейчас райское наслаждение. Чтобы вам было вкуснее, древнейший танец в истории человечества. Поехали! Кочари! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok